Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему он не вошел в предполагаемый общественный совет поселка Вычегоцкий? Действительно, почему он не вошел? Депутаты решили, не проголосовав за этот вопрос, перенести его на следующую сессию, чтобы учесть пожелания жителей Слуды, так как поселение административно входит в поселок Вычегоцкий и требования справедливо. Еще один вопрос, решение по которому пока отложено, это протест Котловской межрайонной прокуратуры. Он касается компенсационных выплат депутатам. Местный надзорный орган посчитал, что деньги народным избранникам не нужны. Девушки отдыхают 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 Ученица 18-й школы Таня Филимонова регулярно участвует и побеждает в разных конкурсах. В этом выиграла сразу в трех номинациях. И, наверное, это неудивительно. Тема областного творческого состязания была заявлена как «День без интернета». Как его провести, эта девочка знает очень хорошо. Можно сходить на улицу, например, погулять с друзьями, побегать там, поиграть в какие-нибудь игры. Или можно дома найти занятия, например, рисовать, как я люблю делать это, читать что-нибудь и найти какую-нибудь игру. Например, с сестрами и братьями. Вот у меня, например, две сестры. Одной три годика, другой семь месяцев. Поэтому мне никогда не хватает времени. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить фотографии. Таня заявилась аж в пяти номинациях. Ее работа на тему «Немые свидетели истории» заняла третье место. Тайная рядом второе. Автопортрет первое. Фотография автопортрет у нас была сделана в прошлом году, когда проходил праздник «День семьи, любви и верности». Победить в областном конкурсе было непросто, ведь в нем приняли участие сотни школьников из разных уголков Поморья. Работ подошло достаточно много. И просто были такие великолепные работы, что мы, в общем-то, выбрали 77 победителей. И, конечно, вот город Котлас у нас, как правило, всегда участвует в наших конкурсах. И очень приятно, что вот в городе Котласе у нас получилось два победителя. Это Котласский детский дом. Вот там молодой человек, но он сейчас учится в техникуме. И это вот Танечка Филимонова. В своем плотном графике Ольга Смирнова нашла время, чтобы лично поздравить Котлашан. Ведь награждение с почестями в торжественной обстановке тоже стимулирует детей творить дальше и продолжать участвовать в различных состязаниях. К сожалению, второго победителя лично поздравить не удалось. Он сейчас учится в другом городе, но подарки ему будут переданы. Главный из призов – эксклюзивная памятная медаль, выпущенная к столетию Федора Абрамова. Вот такая медаль. За 8 месяцев текущего года на дорогах Котласа и Котласского района задержано порядка 250 нетрезвых водителей. Из них 38 человек повторно. Ни санкции, ни громкие резонансные дела, ни аварии со смертельным исходом не останавливают любителей покататься под мухой. Самые трагические случаи вспоминала Нелли Филатова. На протяжении трех месяцев вся страна наблюдала за тем, как актер Михаил Ефремов то каялся, то отказывался от своей вины в смертельном ДТП. Вследствие его пьяной езды погиб человек. Актеру назначено наказание – 8 лет колонии. А вот кадры страшной аварии, произошедшей почти год назад недалеко от автомобильного моста в Котласе. Тогда погибли три девушки, находящиеся в автомобиле Volkswagen Polo. Водитель и пассажир, врезавшиеся в них Audi Q3, получили серьезные травмы. Имелись на период декабря 2019 года сведения о том, что водитель и его пассажир, который также получил телесные повреждения, тяжкие телесные повреждения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Находящийся за рулем, теперь уже скандально известный житель Ухты Никита Князькин, выехал на встречную полосу со скоростью 170 км в час. Кстати, наказание он пока не понес, находится в Ухте, по официальной версии, на лечении. Следствие по делу продолжается. Из-за возмутительной безответственности пьяного водителя погибли молодые девушки, старше из которых было всего 24 года. Казалось бы, такие истории должны раз и навсегда отрезать желание садиться за руль пьяными, но, к сожалению, это не так. Не прошло и пару месяцев после гибели на дороге трех девчонок, как снова ДТП со смертельным исходом. Трасса Котлас-Вычегодский. 25-летний молодой человек на Черри выезжает навстречу и таранит сразу две машины – Митсубиси и Десятку. 33-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. 22-летний Владимир Волосков – еще одна жертва пьяного водителя. На кадрах февраль этого года микрорайон ДОК. Парень шел по обочине дороги, по которой также ехал нетрезвый 50-летний Сергей Угрюмов, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду. Кстати, следствие по его делу еще в процессе. Водитель допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм молодой человек 1998 года рождения скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками госавтоинспекции за рулем своего автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Человеческая жизнь – самая страшная плата за сомнительное удовольствие покататься на автомобиле под шофе. Те нарушители, у которых, так скажем, обошлось, чаще всего отделываются штрафами. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или за передачу лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрено ответственность 12.8. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За передачу управления транспортным средством в лицу, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрено точно такое же наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей, либо лишение на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель по какой-то причине отказывается проходить медицинское освидетельство на состоянии алкогольного опьянения, статьей 12.26 предусмотрены те же самые санкции. Статья 264 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность. И здесь у суда богатый выбор в назначении наказания. Это может быть штраф от 200 до 300 тысяч рублей обязательной или принудительной работы, либо лишение свободы сроком до 2 лет. Так, 60-летний Катлашанин, ранее уже судимый за езду в пьяном виде, был задержан снова. Не успев получить права, мужчина, видимо, на радостях и снова на веселе сел за руль. Приговором суда от 11 сентября 2020 года подсудимому назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. А вот другому автопьянице, 47-летнему жителю Котласа, за очередное нахождение за рулем в нетрезвом виде придется отбыть наказание в исправительной колонии строгого режима. За 10 месяцев у нарушителя будет время подумать и перечитать ПДД и соответствующие статьи Уголовного кодекса. Недавно ГИБДД опубликовала статистику по пьяным водителям. Если где и есть плюсы от вынужденной самоизоляции, так это на дорогах. Пьяных за рулем стало несколько меньше. Показатель ниже на 3-4%. А мы куда-то ехали, но не приехали. Спиртное употребляли сегодня? Нет. Сегодня нет. Ни капли? Ни капли. Лучше бы я этого не делал. То есть сожалеете, да? Сожалею. Честно, сожалею. Реальность такова, что пока одни сожалеют и расплачиваются, другие продолжают лихачить оправдания в стиле «я же чуть-чуть» или «это всего лишь пиво». А главное – уверенность в своем профессиональном вождении в любом состоянии однажды кому-то могут стоить жизни. Сотрудники полиции совместно со службой судебных приставов вышли в очередной рейд по выявлению лиц, не оплативших штрафы. Много ли неплательщиков в Котласе и что им грозит, знает Елена Нелаева. Получили штраф за административное правонарушение и не оплатили его в срок. К таким горожанам накануне отправились судебные приставы, полиция и наша съемочная группа. Возможно, некоторые неплательщики просто забыли о своем долге, так как нарвались на штраф в состоянии алкогольного опьянения. Другие просто выпустили этот момент из виду или потеряли квитанции об оплате. Неплательщики, которых приставы не застали дома в рамках рейда, получили вот такие письма счастья, пакет документов и повторную квитанцию об оплате штрафа. А по каким-то адресам в списках приставов и вовсе проживали совсем другие люди. И это обычная практика. Некоторые должники пытаются скрыться от судебных приставов. После совершения правонарушения при составлении протокола, блюстителям порядка называют неверный адрес своего проживания, решив, что это спасет их от ответственности. Нужен певцов Геннадий Иванович. Дома? Геннадий Иванович, пригласите, пожалуйста. Певцов? Да. Не, не, не. Он вам не родственник, никто? Нет. В любом случае, неоплата штрафа в срок наказывается законом. Если должник не оплатил его в течение 60 дней, то по решению суда может выложить из собственного кошелька вдвое больше. Кроме того, наказание может перерасти в административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Месточку оставим. За 8 месяцев текущего года протоколы об административных правонарушениях были составлены в отношении 500 котлашан. Теннисисты из спортивно-адаптивной школы под руководством Алексея Бабошина готовятся к очередным серьезным соревнованиям. Уже 25 сентября они отправятся в Череповец на чемпионат России. Ежедневно, с конца августа, после того, как были сняты ограничения, инваспортсмены и теннисисты посещают тренировки в Центре дополнительного образования. Восполняют упущенное за долгое время карантино. Ближайшие два месяца у ребят буквально расписаны по часам. Тренировки, турниры, товарищеские встречи. Первые на очереди соревнования в Череповце пройдут они с 25 по 30 сентября. Соревнования пройдет официальный чемпионат России среди лиц с выражением опорно-навидительного аппарата в дисциплине настольный теннис. Соревнования проходят ежегодно. По критериям чемпионата России в соревнованиях принимают участие лица 14 лет и старше. У меня команда основная, которая тренируется как основной состав и резервная сборная, которую мы тоже везем. Это ребята 13 лет. Всего принимают участие от нашего муниципалитета и от нашего региона 7 человек. На чемпионат России к отлоске инваспортсмены поедут уже в третий раз. В этом году соревнования пройдут не как раньше, а с учетом мер по нераспространению коронавируса. Нужно обязательно иметь тест-справку о том, что у тебя отрицательный анализ на COVID-19. Ну и соответственно соревнования будут проходить без зрителей и при загрузке зала не более 50% от общего количества вместимости соревнования. Поэтому будут соревнования разделены на несколько частей. Все ребята понимают, важность поставлена перед ними задача. А поэтому без опозданий и прогулов посещают каждую тренировку. Добросовестно отрабатывают каждое упражнение, прислушиваются к замечаниям и с каждым днем только повышают личный опыт. Тренируюсь каждый день, хожу по два часа, по часу. Разминаюсь, как обычно, потом стоим на столы и играем. Турниры по субботам проходят. Договорюсь с напарником, а потом разминаюсь он сначала, а потом я. А еще официальный чемпионат России для детей-инвалидов является своеобразным отборочным этапом на чемпионат мира. Из-за коронавируса он перенесен на 2021 год. А у меня на этом все. Далее смотрите блог ценных новостей и прогноз погоды. Удачного настроения, берегите себя, увидимся. Далее смотрите блог ценных новостей и прогноз погоды. В своем участии специалистов проектной студии «Новые города». Далее смотрите блог ценных новостей и прогноз погоды. Друзья, осень вступила в свои права. Но это не значит, что у нас закончились темы для наших выпусков. Итак, сегодня в программе «Светить всегда, светить везде». Правильное освещение в интерьере и в саду, дополнительный шарм и уют. С любимыми не расставайтесь, как продлить жизнь цветам после бурного летнего цветения. Советы цветовода-практика. Красота во всем. Модная тема декоративной отсыпки клумб и цветников. У грамотного садовода сад цветет не только летом, но и осенью. Однако, чтобы цветники радовали вас не только в светлое время суток, цветнику требуется подсветка. Об этом и расскажет архитектор Центра городского дизайна «Август» и участник проекта «Все в сад» Полина Шкилева. Сегодня я расскажу про архитектурный свет. Одним из вариантов добавить пластики фасада вашего здания – спрятать подсветку в цветник. Таким способом вы выделите структуру и глубину самого ландшафтного элемента, а также создадите новую эстетику вашего фасада благодаря игре теней растений. Второй вариант интерьерного или фасадного освещения может быть оформлен через малые архитектурные формы. Как в данном случае, скамья – парковый элемент передает объем пространства и служит местом притяжения. Примером интерьерного или садового освещения может выступать резная панель, которая с помощью освещения приобретает объем и фактуру. Так простым набором средств можно создать сложную структуру пространства, наполнить атмосферой уюта, торжества, сказки, а также сформировать вашу личную историю сада или интерьера. Если советы по освещению сада и интерьера вам пришлись по душе, то дело за малым. Осталось приобрести все для освещения. В Реалмаркете разнообразие садовых светильников, фонарей и ламп. Дополнит оформление цветника декоративная щепа. Стань дизайнером своего сада вместе с Реалмаркетом! Реалмаркете разнообразие садовых светильников, фонарей и ламп. И как люблю их я. Оказывается, совсем не обязательно выкидывать отцветающие любимые растения. Продлить им жизнь для будущего раннего цветения очень просто. А как это сделать, расскажет цветовод-практик и преподаватель проекта «Все в сад» Елена Крюкович. Друзья, лето закончилось. Оно запомнится нам теплыми солнечными деньками, богатым урожаем фруктов, овощей и ягод. И, конечно же, яркими красками цветов. И многие хотели бы сохранить эту красоту, чтобы можно было посадить ее на следующий год. Нам очень часто задают вопросы, как сохранить петунью. Отвечаем. Очень просто. Есть два способа, чтобы ее сохранить. Первый способ – это сохранить маточный куст. Для этого должно быть светлое прохладное помещение, в котором поддерживается температура 10-15 градусов. Чтобы подготовить маточный куст к такой зимовке, мы обрезаем все ветки, делаем кардинальную стрижку куста, оставляя 10-15 сантиметров. Не забудьте обработать ваш куст инстектицидами и фунгицидами от болезней, и можно его хранить. Значит, помещение должно быть светлым, прохладным, нечастый полив и полное отсутствие удобрений. Если такого помещения у вас нет, можно попробовать петунью сохранить черенками. Для этого мы готовим черенки. Оставляем сантиметров 15 длины, убираем все бутоны, листья снизу, и у нас получается вот такой череночек. Этот черенок мы можем укоренить в одноразовом небольшом стаканчике. Я использую для этого грунт классма. Здесь очень мелкая фракция, небольшое количество удобрений, и он очень хорошо подходит как раз вот для черенкования. Значит, мы опускаем наш череночек в стакан, и его нужно будет обязательно закрыть, для того, чтобы снизить испарение, пока он не укоренится. Можно попробовать другой вариант. Для того, чтобы укоренить большое количество черенков, для того, чтобы они мало занимали места, можно взять емкость побольше. И сюда уже таким вот образом можно поместить достаточное количество готовых череночков. Полив. Для своих череночков я предпочитаю использовать полив с поддона. В этом случае в емкости, в которых посажены черенки, в них проделаны отверстия. И через это отверстие вода сама поступает в грунт, при этом он увлажняется равномерно, при этом он не уплотняется за счет того, что сверху осуществляется полив, и не повреждаются такие хрупкие наши череночки. То есть вода со временем напитается, и наши горшочки будут хорошо увлажнены. Для того, чтобы вода не испарялась, для того, чтобы создать соответствующую влажность в этих емкостях, мы эти емкости накрываем. Можно использовать вот такой вот пластиковый контейнер и стаканчики одноразовые на небольшие емкости. Лучше всего укоренение происходит при температуре 15-20 градусов. Кроме этого, нужно обеспечить вашим саженцам хорошее освещение, для этого можно использовать лампы. Ну и периодически снимать контейнер, чтобы проветривать нашу тепличку. Ну вот, теперь наши череночки растут, а мы ждем следующего лета, чтобы снова высадить их на наши клумбы, в наши вазоны, и опять все лето любоваться этой красотой. Набор посуды яркой, милой, для торжества, на каждый день. Я перед чашками застыла, ведь там бежит лесной олень. Блестят столовые приборы, тарелки выстроились в ряд. Для кулинаров здесь просторы, кондитер тоже будет рад. Подспорье каждому на кухне. Посуда марки высший класс. И долговечно, и красиво. Посуда Тайлер. Все для вас. Максимум плюс. Все, что нужно. Котлас Ленина 18. Ландшафт на дизайне стоит на месте, появляются новые направления и тренды. Тема оформления цветников декоративной отсыпкой и камнями продолжит наш выпуск. Декоративные растения, несомненно, являются главным украшением сада. Однако, есть и другие материалы, которыми можно украсить ландшафт. Это могут быть различные камни и ограждения. А также малые архитектурные формы. И, конечно, декоративные отсыпки, которые в последнее время становятся все популярнее. Дизайнеры любят использовать сыпучие материалы для создания цветочных клуб и для формирования отдельных зон. Потому что это легкий и простой способ преобразить дачный участок, прилегающий территорию или цветник. Неоспоримый плюс отсыпок заключается в декоративной функции. С их помощью можно создать индивидуальный стиль вашего сада, расставить нужные акценты, подчеркнуть красоту определенных растений или оттенить их. Либо сыграть на контрастах. Декоративная отсыпка – практичный элемент дизайна. Благодаря ее применению можно сократить число прополок цветника, предотвратить излишнее испарение влаги с поверхности и уменьшить амплитуду колебаний температуры грунта. Растения благодаря этому получают меньше стресса, а значит, лучше растут. Декоративная отсыпка еще обладает эстетическими свойствами. Ей можно прикрыть канализационный люк и другие неприглядные поверхности. Цепучие материалы позволяют создать сложный рисунок и логотипы, создать уникальный ландшафтный проект, подобрать камни по вашим идеям и рассчитать необходимое количество материалов вам поможет ландшафтный дизайнер. Чтобы в вашем доме всегда было комфортно, нужна хорошая сантехника. Сантехмир на Пугачево 21А – это два этажа самого необходимого для водопровода и ванных комнат. Большой ассортимент санфаянса, ванн, душевых кабин, мебели, аксессуаров и расходных материалов. Отличный выбор по доступным ценам. Сантехмир на Пугачево 21А. Посадите цветущий куст в центре каменной поляны, и вы увидите, как хорошо такой солист продемонстрирует свою красоту. Декоративной отсыпкой называют особое покрытие из материалов разных фракций и происхождения для садового участка и его частей – водоемов, цветников, дорожек, альпинариев и ракариев. Органическая декоративная отсыпка представляет собой мягкое покрытие. Наибольшей популярностью пользуются кора сосны и кедра, кедровая шелуха, древесная щепа, в том числе крашеная. Главные плюсы органики – экологичность и невысокая цена материала. Но и существенный минус – недолговечность. Достойно конкурирует с органической отсыпкой – неорганическая, естественная, галька, песок, щебень, гравий и искусственная. Различные камни из стекла и пластмассы, крашенные пробки от бутылок. Неорганические декоративные отсыпки прекрасно подходят для оформления водоемов, альпийских горок, ракариев и песчаных садов. Как правильно выложить декоративную отсыпку? Шаг первый – выбор материалов и создание плана. Перед тем, как закупать необходимые материалы, нужно, во-первых, определиться с видом отсыпки. Это очень важно, потому что размер фракции у каждого материала разный, вес тоже. Например, на 1 метр квадратный древесной щепы понадобится около 30 килограмм, а гравия – более 50. Во-вторых, легче работать, имея план размещения композиции. Особое внимание потребуется уделить рисунку, если он имеет место. На плане размечаются цвета и границы заливки, а также виды комбинируемых материалов. Шаг второй – разметка участка. После составления плана на бумаге нужно максимально точно перенести его непосредственно на территорию. Шаг третий – подготовка участка. Перед тем, как приступать к основной работе, нужную площадь придется подготовить. Очистить от мусора и выпал от сорняки. Шаг четвертый – снятие дерна. Максимально аккуратно снимаем слой дерна, чтобы обеспечить максимально хороший вид будущей отсыпки. Шаг пятый – укладка подложки. Те, кто будет использовать органическую отсыпку, этот шаг пропускают. Геотекстиль и прочие прокладки нужны только для неорганической отсыпки. Шаг шестой – высадка растений. Если есть желание скомбинировать посадки и отсыпку, то именно на этом этапе проделываются отверстия крест-накрест подложки и высаживаются растения. Шаг седьмой – отсыпка. На подготовленную поверхность наносится отсыпка слоем 5-10 см. Шаг восемь – укрепление краев. У любой декоративной отсыпки обязательно должен быть бордюр. Уход за композицией с отсыпкой тоже не так сложен. Ее необходимо регулярно пропалывать, очищать от мусора и листьев, а также досыпать материалы по мере их исчезновения. Центр городского дизайна «Август» уже несколько лет работает с декоративными отсыпками. Мы находим уникальные камни по форме, расцветке и габаритам. Сделайте отсыпку разноцветной и получите декоративный элемент, который будет сразу бросаться в глаза или отвлекать внимание от других несовершенств участка. Ну что ж, друзья, любите свой сад, украшайте его, открывайте новые возможности для творчества вместе со специалистами и преподавателями проектной студии «Новые города». Кстати, если у вас возникли вопросы, вы всегда сможете с ними пообщаться прямо в студии или в группах ВКонтакте. А у меня на этом все. Смотрите проект «Севсад» на следующей неделе на телеканале Котлас ТВ. С магазином низких цен «Союз» экономить просто. Здесь всегда отличный выбор товаров по доступным ценам. Бодрое утро обеспечит чашка любимого кофе «Якобс» банка меньше 170 рублей. По просьбам покупателей на полках магазина «Союз» появился натуральный цветочный мед – 189,98 за килограмм. Продлит вкус лета компот из абрикосов или вишни банка меньше 80 рублей. Бюджетная цена сейчас на чай «Тест Сейлон» черный. В поколейном отделе выбираем вкусняшки к чаю. «Союз» рекомендует молочные булочки с шоколадом, творожное печенье «Посиделкина» с цукатами и мультизлаковые конфеты «Рэнди». Из напитков по хорошей цене можно взять лимонад в трехлитровой бутыле «Фруктомания», сок «Гранат Заряд» марки «Моя семья» и томатный сок «Вкуса Юга». Он, кстати, уже с солью. И не забудьте купить хлеб. В «Союзе» он всегда свежий и на любой вкус. На акции «Карбонат Столичный» 300 граммов продукта 139,90. Сосиски куриные «Анком» 129,90 за кило. Низкая цена на масло «Холмогорочка» продукт без заменителя молочного жира меньше 100 рублей за пачку. В ассортименте творожные сырки с ванилином, кокосом, клубникой, шоколадом и тоже по низкой цене. Посмотрим, что интересного есть в отделе заморозки. Финские фрикадельки. Упаковка 79,98. Бульмени от горячей штучки. Всего 64,98. Выгодные цены на замороженные жареные чебуреки, пельмени и самсу. Любите макароны в «Союзе» на акции «Гнезда» марки «Макфа». Упаковка 32,98. В отделе консервации томатная паста «Махеев» 500 граммов. Всего 79,98. Натуральная красная фасоль и икра из тыквы марки «Густус» меньше 50 рублей. Акция на любимое мороженое на палочке «Чистая линия». Отдел промтоваров пополнился ассортиментом домашнего текстиля. Стеганое одеяло размером 140 на 205 – 369 рублей. Большие махровые полотенца – 359,98. Снова на акции прокладки «Олвей» с упаковкой меньше 60 рублей. Большая бутыль мужского геля для душа – 69,90. Упаковка салфеток 100 штук обойдется всего в 24,98. По-прежнему на акции кондиционер «Ленор» – 89,98. В ассортименте – большие упаковки стирального порошка «Персил». Для хозяйственных нуж пригодится трехлитровая банка с крышкой и ручкой – меньше 100 рублей. Магазин «Союз» – магазин низких цен и очень выгодных покупок «Потлас» – «Ленина-69» в здании городского рынка. Внимание! 17, 18 и 19 сентября в торговом центре «Радуга» выставка-продажа. Большой выбор демисезонных курток и пальто. Глобальная распродажа шуб из мутона и норки. 19 и 20 сентября в ДК города Кутлас ярмарка от фабрики «Силуэт». Доступные цены на шубы из норки, мутона, кожаные куртки и пуховики. Принеси старую куртку или шубу и получи скидку 20% на новую. Здравствуйте! С вами Ирина Котова. И я расскажу вам о погоде в Котласе на пятницу, 18 сентября. Спонсор нашего метеовыпуска – магазин «Все, что нужно». В пятницу, 18 сентября в Котласе Парк. Во второй половине ожидается дождь. Температура воздуха днем – плюс 8 градусов. В ночное время термометр покажет плюс 5. Ветер юго-восточный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова